МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организована выставка «Комбинат фосфорит в истории города». Чем дальше от нас события, тем ценнее информация о нем. Совершенно по-другому воспринимаются даты, когда ты видишь старые фотографии, подлинные документы с подписями тех людей, которые стоят за этими событиями. Наша выставка посвящена очень важному событию в истории нашего города и его жителей, 55-летнему юбилею со дня пуска первой очереди горно-обогатительного комбината фосфорит. На выставке представлено более 200 предметов, связанных с историей производственного объединения фосфорит и с историей города. Это документы, фотоматериалы, награды, предметы быта. Все, что может рассказать о неразрывной связи нашего города и комбината фосфорит. В 1950-1952 годах на территории района были проведены детально геолого-разведывательные работы. 18 километров с севера на восток протяженность и имела ширину 4,5 километра. И пласт залегал с небольшим углом на юг. Конечно, первым строителям очень трудно приходилось. Во-первых, нужно было освободить большие территории от густой растительности и подготовить площадку для начала строительства. Благодаря только его организаторским способностям, умеем организовать людей в 1963 году, вот 25 числа государственная комиссия подписала все-таки прием акт приемки Рудника. Перед вами альбом, где записаны отзывы зарубежных товарищей, членов экономической взаимопомощи стран, которые неоднократно приезжали к нам в город на строительство комбината и также участвовали в выпуске продукции. Прочитала о том, что Семенов Павел Константинович был первым директором, а лучшим был Шадрин Юрий Антонович. Почти 15 лет он возглавлял Кингисепское производственное объединение и главным для него всегда было служение своей отчизне и людям. Юрий Антонович внес большой вклад не только в развитие своего предприятия и уже, как говорилось, но и в экономику и в социальную сферу города нашего и района. Юрий Антонович был человеком надежным, умным, одержимым работой, умеющим радоваться жизни, веселый и щедрый. Он заражал своим оптимизмом всех, кто оказывался с ним рядом. История фосфорита, конечно, очень богатая, большая. 25 декабря, 55 лет. В первую очередь, в 1969 году была опущена первая серная кислота, серная кислота для всех номер один. С 1975 года фосфорит начал резко подниматься во всех отношениях, как с точки зрения технологии, производства. Начиная с 1975 года, все года фактически шло резкий подъем предприятия. В 1977 году был запущен цех реактивной серной кислоты. Это еще более серьезный передел, более качественный продукт должен был. Тары уже там не вагоны и не насыпной. Это было, если сейчас, я думаю, у многих в гаражах, еще и в Кингисеппе, это 20-литровые бутыли разливались. В них сейчас хорошо вино ставить. Это был 1977 год. То есть это опять уже развивалась номенклатура на предприятии. Реактивная серная кислота, олиум реактивный. Дальше, в 1978 году был запущен серно-кислотный цех номер два. Точнее он запущен был в 1979. Это так называемая польская кислота. Сложно строился, новая технология. Не был готов бытовой корпус, еще целый ряд производств, еще не до конца были отлажены. И Юрий Антонович не подписал, от Госкомиссии. Это был тогда скандал мощнейший до Кома-партии и выше. Но он настоял на своем. В результате нагнали еще дополнительно строителей людей, технологов, наладчиков. И цех был запущен в конце января, где-то в начале февраля, по-моему, подписан был от Госкомиссии. Вот это его очень такой сильный, смелый поступок. Потом на Юрия Антоновича отразится, конечно. Припомнили пуск серной кислоты. И не прошло награждение на героя. Ему дали орден Октябрьской революции. В 80-м году, в 81-м, запущен завод сложных удобрений третья очередь. Так называлась эта постройка. Тоже большой очень производство. Это развитие амофоса, третий амофос, и ряд объектов, связанных с этим производством. Начался подъем резких фосфоритов. В 81-м году уже мы уже получили орден Трудового Красного Знамени. В 82-м году было присвоено имя шестеретия Союза СССР, образования СССР. То есть вот это пик, как бы, так сказать, достижений нашего коллектива, нашего предприятия. Номентатура расширялась. Это было производство пиранта, запущено у нас. Пирант это огнетущущий порошок. То есть это вот наполнение в огнетушителе. Мы упускали большое количество пиранта. Потом был запущен цех кварцевых абразивов. Это из хвостов обогатительной фабрики очищалось и выпускался чистейший песок, который шел в Тосно на завод. И выпускалась всем известная пемолюкс. В 89-м году запущено этот цех особо чистой кислоты. ОСЧ 18-4, 18-8-4. Это особо чистая кислота для микроэлектроники. То есть это такая очистка. Вот там даже у нас были чистые комнаты с вакуумным наполнением. То есть туда нельзя было заходить даже. Настолько там микрочастицы ловили, чтобы не было примесей в этой кислоте. Начала рушиться страна, значит, начал рушиться фосфорит. Вначале была эйфория от демократии. Я тогда возглавил совет трудового коллектива. И первые, 91-й, 92-й, даже чуть 93-й, более-менее у нас уже работало. Фосфорит вышел из министерства. Было создано межотраслевое объединение технохим. В него вошло 6 предприятий Ленинграда и области. Был хазрасчет на предприятии. Напрямую торговали уже там с Китаем, с другими странами, с Чехией. Тогда пошли вот масок и бартер, китайские товары. Весь город ходил в различных спортивных костюмах, там и куртках и так далее, с фосфорита. Первые годы 90-х годов, они были более-менее, так сказать, нормальными для предприятия. Но потом началась акционирование и приватизация. За 10, даже не за 10, за 7 фактически лет у нас сменилось 10 директоров и 4 собственника. Оно сохранилось, и не только сохранилось, сегодня оно процветает. Сегодня предприятие развивается, теперь, если сегодня предприятие не узнать, кто там был последние годы. Надо отдать должное, что нынешний собственник это Мельниченко, у него 90% акций, то есть это практически единственный владелец, там еще 10% разделены. Ну и надо отдать должное, что завод, деньги не выводятся, ну выводятся, видимо, но тем не менее даются заводу развиваться, благоустройством заниматься, людям платят нормальную зарплату и так далее. То есть надо отдать должное. То есть мы попали фосфорит был достаточно, так сказать, ну пока, по крайней мере, вот уже 17 лет Еврахим, значит, фосфорит в Еврахиме и фосфорит живет нормально. Если говорить о том, что город построил фосфорит, я думаю, тут говорить надо. Назову только две цифры. С конца 60-х до 90-х, до 90-го года фосфорит построил 132 дома и более 11 тысяч квартир. Ну, посчитайте, сколько, какая часть людей переселилась в дома, которые построил. Вот сохранение истории. Это редкость, когда люди, проработав на предприятии довольно долго, все-таки сохранили любовь к этому предприятию и память сохранили. Спасибо вам большое. Училась недалеко от Сочи. Уехала учиться в Ленинград. Все предлагали поступать в лесотехническую академию. Вы же пошли в горный институт. Работали в Южном Казахстане. Решили переехать в Кингисеп. Одна из первых получили ученую степень, хотя на тот момент уже было двое детей. По судьбе было приписано к вот этим горно-химическим рудам. Я горный институт кончала. Это у меня и производственные практики были в Кировске, на комбинате, тогда АНОВ, апатита-нифилировая фабрика. По окончании диплом писала тоже по этой фабрике. Потом поехала по распределению в Брянск на построенный тогда, пущенный завод, то же самое, фосфорит брянский. Там проработала до рождения ребенка. Потом, значит, была пауза. Позвали из паузы из этой. Опять-таки, фосфоритное предприятие. Ну, это судьба. Надо ехать. Ну, в общем, и приехали. Я посетила первый раз в декабре 62-го года. Приехала в Кингисепп на поезде. На базале поинтересовалась у мужчины в таком халате, в таком плаще, под капюшоном. Погода была скверная, зима была гнилая, синие пятна на снегу, промокшего в этого снега. Спросила, как доехать до фосфорита. Ну, знаете, сюда транспорт не ходит. Если время есть, немножко подождите, я вас подвезу. Что это начальник станции Зайцев такой товарищ, который ехал на фосфорит принимать очередной отрезок пути, подъездного пути. Туда уже к цехам. Вот так вот я приехала, подъехала несколькновенным образом к этому строящемуся предприятию. Кудрявцева Валентину Михайловичу. Тут меня чуть ли не с простертыми объятиями. Да обогатите. Да нам же надо, вот позарез надо. Но у нас же никого нет. А когда технологическая оборудование уже монтировать, нужен глаз опытного специалиста. Но этот глаз уже нашелся в любом лице. И вот подходили к этой самой дате пуска. Пуск, конечно, был такой, ну, плановый, скажем так, потому что съезд, значит, вот, центрального комитета родной партии, и который под лозунгом все велось химизация страны. И наше предприятие, оно было объявлено комсомольско-молодежной стройкой, ударной такой, все там, на бланках, так, наискосок, красными буквами, не фосфалитовских, в бланках такая вот надпись шла. И, значит, ну, конечно, надо было, надо было и буквально, чуть ли не за сутки, но того, сделали. Сделали. Атрапортовали. Сфотографировали, засняли, атрапортовали, выполнили. Потому что вот этот пласт этот фосфороростный, он подходил прямо вот к самому верху. И, ну, траншеи дренажные были, дренажные канавы эти, все быстро-быстро заполнилось водой. Природа была вокруг, обнимала фосфорит со всех сторон. Поэтому в этих канавах быстро-быстро завелись кто это, караси, да, или кто-то? Караси, караси. Ирши, кто-то. Ну, короче говоря, там уже рыба плавала, и внутрь за ней ныряли. И на насосную станцию, которая главная насосная станция, перекачивавшая эти вот отходы, фабрики, хвосты, так называемые, она чуть-чуть поотдель от главных корпусов стояла. Вот туда даже медведь заглядывал. И вот говорили, что ночью страшно ходить, вот без мужиков мы ходить. Боимся, женщины там, флотаторы, транспортёрщицы, всё. Боимся ходить, потому что там стадо лосей ночевало, в той, что им там в голову взглядёт. И вот едем с работы, а дорога, которая шла, ну, от самого начала, кругом же лес стоит. И вот среди леса идёт дорога, чтобы воткнуться в нашу вот эту Талинскую трассу, это в шоссе. Какой-то зверь переходит дорогу. Зеленок, не зеленок, кошка, не кошка, не понять, что. И когда водитель вот так вот показал, вот так, все поняли, рысь. Она такая здоровенная. Вы знаете, невозмутимо, она была дома. Она спокойно перешла дорогу, без паники, что там машина едет. В общем, вот такая была эрзотика. Ходили в обеденный перерыв, земляничку щипать на отвалы водителя, которые были близко. Черничку. После работы диспетчер наш, он быстренько освоился. Ну, он северянин, он долго знал в ягодах северных. Он после работы, тут же рядом за территорией, где сейчас эти цеха все каяли, там была замолоченная часть. Он там спокойно собирал клюкву. И дома прямо все были счастливы. В общем, так. Ну, мы дело сделали. Сделали, да. Но я должна сказать, что, к сожалению, сейчас фосфорита как такового горнообогатительного комбината осталась одна только вывеска. Как таковой горнообогатительный комбинат уже давно не существует. Это очень печально. Ну, вывеска есть, навевает воспоминания прошлого. Но воспоминания хорошие. Много было поработано. Мы же, когда начинали, молодые специалисты съезжались. Горняки, маркшейдеры, геологи, обогатители. И начальство тоже было все молодое. Короче говоря, приятно вспомнить. Может, из-за того, что сама была в голове. Необходимо просто хранить память о людях, в первую очередь, о событиях, которые проходили в нашем городе.